Здравствуйте! Приветствуем всех! Заехали на заправочку. Заправим машинку и поедем кататься. Да, поедем по делам, за покупочками. Ну и так прогуляемся. Заправились, едем. Погодка сегодня. Солнце, но тучи. Может быть будет дождь, а Саша, ты не в курсе? Не знаю, я не смотрел прогноз. Потому что вот такие тучки сегодня. Хотя очень даже солнечно. Но такие облака очень даже серенькие. Но будем надеяться, что погода не ухудшится. А сейчас солнечно. Дождь будет точно, потому что машину помыли. Ага, ну да, мы же помыли машину, Так что вполне возможно, что будет дождь. Многие уже знают, что когда помоешь машину, то потом сразу идет дождик. У нас это очень часто так бывает, правда? Конечно. Да, так что вот такая вот у нас сегодня погодка. Вы знаете, вот мы приехали в эпицентр. Саша побежал. Там кое-что нам купить. Надо болтики, винтики для мелкого ремонта в доме. И, конечно, здесь полный аншлаг. Хотя Одесса в красной зоне. Посмотрите, сколько там машин. И сколько здесь людей. И столпотворения везде. В общем, эпицентр работает на полную мощность. Вот так. Вот такие у нас локдауны. Для одних полностью в карантине, а другие прекрасно работают, зарабатывают денежки. Ну что, полно в магазине людей? Конечно. Все к весне начинают строиться, ремонт делать. И ничего, что локдаун, все закрыто. Эпицентр у нас работает в полной мере. Для эпицентра не существует никаких локдаунов. Да. Так что вот так у нас в Одессе. Интересно, а у вас как? Все, если локдаун, все закрывается или выборочно? В зависимости от того, кто как себя ведет. Но все в масках соблюдают режим. Ну, конечно, в масках. Ну, а тех остальных, которые закрыли, те тоже могли бы работать в масках, но они сидят дома без работы. Понимаешь? Ну, зато в масках могли быть все. Ну, одни в масках работают, а другие в масках сидят дома без дохода, без копейки денег. Вот такая вот у нас в стране ситуация. Правильно? Короче, любимая, поехали кататься. Поехали, это точно. Ну, что, мы приехали в парк, в Дюковский парк, потому что сейчас у нас очень ветрено, и у моря, конечно, не сильно погуляешь, поэтому мы решили приехать в парк. У нас здесь в Дюковском парке есть несколько прудов. Сейчас мы к ним подойдем. Там уточки плавают. Ну, этот парк такой более, как бы, здесь природа, и здесь не особо, он не благоустроенный. Но поговаривают, что городская администрация выделила какие-то деньги, и этот парк будет благоустраиваться. Но мы пока погуляем. Здесь так тихо, немноголюдно. И, конечно, ветра такого нету, как возле моря. А там, конечно, прудик. Там красиво так. Сейчас мы подойдем туда. Знаете, друзья, что мы заметили? Вот Саша уже видит, что пруд расчистили уже, и еще работы продолжаются. Вот там, конечно, ребята кормят голубей, и мужчина расчищает уже пруд. Здесь уже начались работы по расчищению. Мы, кстати, в прошлом году с тобой были... Да, он был в запущенном состоянии. Здесь были камыши. Здесь было очень так это... А сейчас, вот посмотрите, посмотрите, как здесь половина пруда уже очищена. А еще половина осталась. Вот мужчина там чистит. Видите, половинка уже чистенькая. Осталось только вот здесь вот. Вот здесь вот очистить в этой стороне. А там... А там вот уточки. Вот там вот. Красивейшие. И белые. Да, да, да. И белые. И там у них такие домики. Сейчас мы посмотрим. Вот они, уточки тут живут. Вот они там плавают. И там уже пруд чистенький в той стороне. Ну, а здесь, конечно, еще предстоит почистить. Но вот работают, работают. Ребята работают, чистят. Здесь такое здание там. Биллиард играли раньше. Спортом занимались. Ну, здесь должны все привести в порядок. Поплыли уточки. А голубей сколько здесь, конечно. Здесь их кормят. Здесь насыпали им кроши. И они здесь вот бегут, бегут. Ждут, что им вкусненького чего-нибудь дадут. Ну, что хочется сказать, что вот здесь уже, с этой стороны, уже парковочку сделали. Чего раньше не было. А, ты заметил? Да. Парковка уже там, да? Да, почему? Потому что, когда будет благоустроено, то и с этой стороны сделают парковку. Ну, да, да, да. Потому что здесь трасса очень оживленная. Да, да, да. Так что уже можно приезжать, парковаться и гулять в парке. Ну, а здесь, конечно, был ресторан. И я думаю, что сейчас приведут это все в порядок. И здесь очень даже будет хорошо. Здесь у нас улица Балковская. Ну, и, конечно, парк. А еще, знаете, друзья, в этом парке снимался фильм «Весна на Заречной улице». Да, этот фильм снимался в Одессе, именно здесь, в Дюковском парке. Так что, можете посмотреть фильм. И там, конечно, здесь, там есть кадры, именно как герои этого фильма гуляли там по тропинке. Молодежь, такая толпа молодежи веселились, пели. Вот, это именно здесь, в парке Дюковском, в Одессе. Кошечку кто-то кормит. Вот она там поела. Вот такой вид отсюда на Балковскую улицу. Там такие здания. Вот такой у нас Дюковский парк. Уже ивы распускаются. Еще кошечка гуляет, бежит. Думает, что ей кушать что-то дадут. Да? Да. Дюковский парк. Тут и детская площадочка. Ага. Да-да-да. Площадочку уже оборудовали для детей. Так что с детками здесь хорошо погулять можно. Вот мы подошли к аллее. Именно на этой аллее есть кадры в этом фильме «Весна на Заречной улице». Вот именно на этой аллее, аллея Победителей она сейчас называется. Вот такая вот. Так что вот мы здесь по ней гуляем. Она такая наверх, туда поднимается. Но скоро, скоро сделают здесь красоту. Так что я надеюсь, что все мы можем здесь скоро гулять уже по оборудованному парку. Я думаю, что здесь будет очень красиво. Потому что задумка у наших властей есть превратить этот парк в такой достойный современный парк. Поэтому будем надеяться, что это случится в скором будущем. Да, Саша? Да. Вот. Потому что, конечно, такой красивейший парк. И он, конечно, некоторое время был в запущении, я бы сказала. Вот. Но здесь так это было всегда в последнее время тихо. Зелень. Такой он немножко запущенный, заросший. Как лесок. Да-да-да. Так, вот среди города, это район Слободка. Район Слободка. И, конечно, скоро этот парк облагородится. И, конечно, мы сможем приходить, любоваться уже другими красотами. Да? Конечно, конечно. Да. Здесь очень много деревьев, пихоины, пихты, пихты. Очень много пихтов. Много деревьев, ивы тут возле пруда, именно ивы. И, конечно, парк очень такой хороший, и хорошая история у него. Ведь этот парк когда-то подарил городу Дюк-де-Ришелье, в то время градоначальник нашего города Одессы, француз. Вот, и, конечно, мы будем ждать, когда наши нынешние правители приведут в порядок этот парк. И, конечно, он будет достойный, и здесь будет красиво. Ну, в общем, все как положено. Да? Да, хорошо, когда о людях заботятся. Да, да, да. И если будут заботиться, как француз, который потом стал премьер-министром Франции. Да, ну, надеемся, что сейчас нынешнее руководство нашего города отнесется к благоустройству этого парка серьезно. И, конечно, ждем, ждем, когда здесь будет красота. И потом вам покажем. А пока на сегодня все. Пока-пока.